дорогие друзья всех приветствую из галереи люкс как я вам и обещал я сейчас вам сниму подробный обзор сравнения оригинального rolex с подделка ну что предлагаю начать моих руках rolex gmt мастер 2 40 размера в простонародье batman за счет вот этого шикарного бейзеля вверх у нас ведет черный низ идет синий браслет юбилейный ну конечно же корпус стальной а вот так называемый клон подделка реплика можно как угодно называть данный продукт который визуально вроде как и похож на оригинал но если мы сейчас посмотрим детально мы увидим очень много отличий сразу же говорю не стоит обращать внимание на выпавшую здесь краску были у нас определенные опыты кто подписан на наш youtube канал наверное это все видели я эти часы замораживал я эти часы купал в ультразвуке то есть порядком 30 минут на максимальных там температурах все тесты они прошли но какие-то вот такие моменты произошли ну то есть опять же это я еще раз говорю что я тут не пытаюсь тут выгородить как тогда вот эту подделку на меня честно говоря немножко все равно удивило за счет того что то есть мы его получается залили полностью водой заморозили и на следующий день когда я открыл холодильник часы были полностью во льду но они шли и это конечно меня очень сильно поразило потом их закинули там ультразвук в ультразвуке они пролежали 30 минут и они тоже шли причем от обратить внимание насколько они чистые сейчас вообще предисловие данных часов каким образом они попали к нам принципе наверное многие уже слышали видели то есть наш клиент и где-то приобрел на какой-то сторонней площадке как он сказал за несколько сотен тысяч вот это поворот них полтора тире там два года комфинирует 0 disease victory угодно уши у и вот Продолжение следует... 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 давайте посмотрим на базе вот подделка и посмотрите насколько некачественно сделаны вот эти вот отверстия посмотреть обработка она просто кривая то есть если вот мы детально именно смотрим не знаю опять же камера даст возможность вам все это дело увидеть или нет но человеческий глаз это спокойно все видит и давайте посмотрим как это все сделано на оригинале посмотрите здесь вообще никаких нюансов просто идеально давайте посмотрим как выполнена головка это оригинал а это подделка похоже конечно но посмотрите насколько здесь все четко каждая грань а тут какая-то размазня далее предлагаю покрутить базе вот смотрите берем подделку и крутим все крутится причем кстати на самом деле неплохо крутится есть определенный звук крутится он в две стороны то есть на оригинале ровно так же он крутится запомнили да звук теперь берем оригинал и точно так же крутим и звуком и практически не слышим он есть но он практически такой как бы давай как приглушенный что ли и и конечно он немножко потуже крутится чем на подделке хочу вам показать шрифт и обратите внимание вот здесь то есть он здесь еле заметный и посмотрите как выполнен на оригинале далее предлагаю посмотреть как выполнен браслет смотрите насколько все идеально то есть никаких нюансов нет ничего не растянуто и сейчас предлагаю взять подделку и посмотреть какие здесь зазоры посмотрите но это же вообще что-то с чем-то вы конечно скажете что человек в этих часах ходил ну да ходил это у нас часы новые но тем не менее стальной браслет он не может так растянуться здесь прям вот отверстие вот 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 далее цвет посмотрите пожалуйста то есть если мы сейчас сравним на оригинале более светлая сталь хоть я там не читал про эти всякие подделки что якобы говорят что используются одна и та же сталь на мой взгляд я конечно никаких анализов не проводил но на мой взгляд сталь разная далее предлагаю посмотреть как выполнены застежки это у нас оригинал это у нас подделка так вот сейчас пока вот таким образом можете посмотреть максимально было вас была возможность сравнить потом детально все посмотрим клейма посмотрим качество посмотрим ну что предлагаю сначала посмотреть на оригинале как выполнена застежка вот посмотрите прям вот смотришь и глаз радуется никаких нюансов все идеально обработано давайте посмотрим на клейма вот посмотрите вот смотрим клейма это оригинал это подделка то есть они даже по размеру отличаются видите здесь клейма больше здесь такие миниатюрные 3кг а тут просто нет этой надпись но зато здесь есть какой-то 15 423 а тут отсутствует представляете сколько нюансов даже просто в застежки сейчас я предлагаю застегнуть застежку посмотреть насколько все идеально застегивается круто вот это оригинал теперь предлагаю посмотреть что нам предлагает китайский вариант смотрим на качество посмотрите вот 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 эти вот моменты они сразу же в глаза мне бросились вот видите какая обработка металла какие-то волны там непонятны вот эти клейма смотрите как здесь все торчит ну и предлагаю тоже застегнуть и посмотреть по-другому до обратили внимание застегивается смотрим просто вот такие даже мелочи вот посмотрите как здесь выполнена корона вот оригинал и вот подделка даже от какие-то вот такие элементарные моменты они выполнены топорно вот ну по поводу точности хода я вообще не вижу смысла здесь ничего говорить эти часы вообще на мой взгляд практически не идут то есть да то есть вы сейчас скажете так вот секундная стрелка идет все нормально да это конечно так и есть но если поставить на прибор то там вообще просто темный лес так скажем вообще я удивляюсь что секундная стрелка движется дорогие друзья но в общем все-таки решил я вам показать то что эти часы не идут то есть вот это показатели это просто жесть плюс 47 секунд амплитуда 230 вытачка 04 и мы видим вот самый жесткий фейковый показатель 21 600 частота колебаний а должно быть 28 800 оригинала но нахер отец так что мы даже не будем там же вскрывает там и показывать какой механизм должен быть я думаю что таких роликов в интернете очень многого найдете ну что я предлагаю наверное уже завершать наш выпуск и конечно же хочу вам дать одно напутствие да не ведитесь на низкую цену ликвидного товара то есть rolex это ликвидный товар его реально все хотят просто не у всех есть возможность его приобрести потому что он достаточно дорогой но тем не менее это ликвид этот ликвид всегда можно продать то есть и когда вам начинают говорить такие вещи что мне срочно нужны деньги мне надо избавиться от этой вещи там в карты проиграл и ипотеку взял я много таких случаев слышал но это все полная фигня то есть тот кто хочет продать тот всегда продаст и причем продаст нормально по рынку а когда вам предлагают какой-то продукт ликвидный за какие-то очень низкие цены ну соответственно вас должно это насторожить но опять же хорошо то есть наверное бывает там за 1-3 процента случаев да когда люди действительно как бы не знают куда можно продать какие-то свои вещи да то есть они вообще не планировали продавать а как-то жизненные обстоятельства так повернулись что им пришлось продавать я очень настоятельно рекомендую как бы проводить проверки то есть перед тем как купить причем проверка стоит там мы за 5-10 тысяч рублей то есть вам скроют все посмотрят четко сразу будет понятно пусть подделка это или оригинал ну соответственно если это оригинал то вам повезло но опять же бывают другие моменты бывают моменты связанные с тем что часы могут быть ворованы то есть эти часы там допустим кто-то где-то когда-то похитил и соответственно решил их потом реализовать ну и соответственно реализовать за другие деньги так что тоже будьте аккуратны но если как говорится вы не знаете где можете приобрести качественные часы по правильным ценам вот наш телеграм-канал джел екб там только лучшие предложения на рынке у нас очень большое количество часов в том числе кстати и вот эти вот часы у нас продаются ролик дженте мастер 2 бэтмен в стальном исполнении корпус 40 миллиметров по очень хорошей цене так что залетайте к нам в телеграм и вы найдете эти часы и найдете еще других много часов ну и конечно же на каждые часы которые мы продаем мы даем собственную гарантию кто заинтересовался в приобретении часов звоните пишите ему обязательно подберем какое-то самое лучшее решение ну и конечно же не попадать с лапы мошенникам с вами был алексей шальник всех вам благ а Нет.